Всем привет! Это обзор на книгу Айзека Азимова «Основание и империя». Предыдущие обзоры на цикл «Основание» вы можете найти вот в этих видео. Их уже три. Это четвертое видео, в котором я расскажу скорее о своих впечатлениях о книге «Основание и империя». Эта книга вторая по счету в основной серии «Фундейшн», которая выходила в начале 50-х годов. И четвертая по хронологии событий, которые происходят внутри Галактической империи. С момента смерти Гарри Селдона прошло уже пару столетий, и империя распадается, так как и прогнозировал Селдон. Но внезапно где-то на окраинах империи появляется новое действующее лицо – Мул. Мул – человек загадочный, который никто не знает, откуда он возник, как он учился, где он учился, но он очень быстро захватывает миры. То есть в тех мирах, где сила империи ослабла, он захватывает эти миры и устанавливает там свое господство и руководство. Это не было предсказано планом Гарри Селдона, поэтому в первом основании растерялись и не знали, что делать. А первое основание в это время ведет борьбу с империей, потому что империя приходит в упадок и скатывается в до техническую цивилизацию практически. Остаются только… исчезает наука о радиации и о радиоактивном распаде, ядерные реакторы затухают и остается только грязное производство на угле, нефти, дереве и так далее. Это ведет и империя считает, что это правильно, что мы лучше не будем использовать атомную энергию, чтобы не попасть под влияние основания, которое находится на терминусе. При этом основание создает гаджеты, ну сейчас это можно окрестить таким словом, потому что мы знаем, что это значит гаджеты, которые работают на ядерной энергии. Например, портативное силовое поле, портативное силовое поле, которое помещается в небольшую коробочку, которое крепится на пояс, и этот пояс крепится на брюки, например, вместо обычного пояса. И при включении, там идет питание от ядерного источника энергии, при включении данного поля оно полностью защищает человека от лазера. Лазерное оружие, которое на тот момент является самым популярным в империи. И тут же основание создает, первое основание создает противодействие этому полю, оно создает такой лазер, который может преодолеть, такое оружие, которое может преодолеть это поле и убить человека. И вот эти гаджеты, мясорубка на ядерной энергии или мини-телевизор на ядерной энергии и так далее. То есть какие-то бытовые устройства, бытовые приспособления, какие-то украшения для женщин, которые светятся в темноте, тоже на ядерной энергии, питаются от ядерной энергии. Торговцы первого основания, они продвигают, торговцы с терминуса продвигают во всех уголках империи. Таким образом приобретая лояльность местных властей. Потому что если данные устройства попадают в мир, где нет ядерной энергии и в мир, где нет специалистов, которые могут обслуживать данные устройства, то соответственно этот мир попадает в зависимости от терминуса. В зависимости от основания, в зависимости от инженеров, которые работают на терминусе. Империи это не нравится. Империя расколота на разные, скажем так, земли, на разные сегменты. В каждом сегменте свой правитель. И власть Трантора постепенно угасает и начинает распространяться только на сам Трантор и близлежащие планеты, докуда можно долететь там за... Которые находятся там, допустим, в нескольких световых годах от Трантора. Основная дальняя галактическая империя, которая на окраинах, она переходит под власть либо мула, либо под власть терминуса. То есть основания. И соответственно вот на этом фоне развивается действие четвертой книги. Очень интересно читать продолжение, потому что автор потихоньку-потихоньку подводит героев к тому, что кроме первого основания есть еще какое-то второе основание. Что Гарри Селдон, он оказался не таким простым человеком, не таким простым ученым. И что он создал не только первое основание, то есть техническое основание, техническую академию, которая работала бы ты с математикой, с физикой, с атомной энергией и так далее. Он создал еще второе основание, которое продолжало бы заниматься именно разработкой психоистории и следить за тем, чтобы никакие вмешательства людей, ну даже таких как мул, не могли помешать исполнению пророчества Селдона. И в том случае, если пророчества, если какие-то действия каких-то людей мешают исполнению плана Селдона, то второе основание вмешивается и исправляет те ошибки, либо избавляется от людей, которые могли бы помешать исполнению плана Селдона. Мул тоже знает о том, что, тоже наслышан о том, что есть вторая академия, и он начинает ее поиски. Но, к сожалению, он очень долго бьется головой об стену. И он придумывает изящный ход, который помогает ему быть ближе к тем, кто ведет такое же расследование, кто ведет тоже поиски второй академии. И здесь опять мы получаем, опять я увидел этот детективный ход, но как только начал вводить вот этот детективный сюжет в канву произведения, если бы я не прочитал «Прелюдию к основанию» и не увидел этот тот же самый ход, который он сделал в «Прелюдии», точнее наоборот, об этом позже, тот же самый ход, который был в «Прелюдии к основанию» использовался здесь, ну точнее наоборот, в «Прелюдии к основанию» использовался тот же самый ход, который использовался в книге «Академия основания и империя», Потому что «Оставание и империя» было выпущено на 35 лет раньше, чем «Прелюдия к основанию». И вот в «Прелюдии к основанию» он этот ход использовал повторно. И, соответственно, если вы читали вначале основную серию, а потом читали приквелы, то этот ход будет для вас абсолютно прозрачный, абсолютно понятный. То есть он вообще, автор, не стал мудрить, а использовал те наработки, которые у него есть. Это удивительно, на самом деле, для меня было. Но, скажем так, если в первый раз я не догадался, я не догадался о том, в чем там детектив и где там выходы, и как это решить, то во второй раз это было прозрачно настолько, насколько это вообще можно было быть, и можно догадаться было просто вот снова. А вот для участников событий это все не так очевидно. Они собирают информацию, опять я возвращаюсь к тому, о чем я говорил в... прелюдии к основанию, когда информацию собирал Гарри Селден для того, чтобы создать психоисторию и сделать так, чтобы она была рабочим инструментом. Здесь уже расследование ведут другие люди через, уже получается, через 250-300 лет после Гарри Селдена. И удивительно, что у них получается сопоставить все факты и выйти из этого детектива победителем. И именно благодаря этой проницательности Мул не узнает, где находится вторая академия. Хотя вот эти исследователи, которые вели расследование, один из них нашел вторую академию. Вот. То есть это вот настолько, настолько закрученный сюжет. И то есть уже вот тогда, в 52-м году, когда вышла книга, Айзек Азимов говорит, что он может писать такие закрученные сюжеты, интересные. И кроме этого, он внедряет в наше сознание, что не все так просто в мире, что нет линейных связей, что есть связи какие-то вот закрученные. Что одно связано, допустим, со вторым, второе связано с третьим, а третье связано с первым и одновременно со вторым обратной связью какой-то вот такой вот закрученной. Или же это вообще находится в каком-то четырехмерном пространстве, которое мы не можем представить себе легко. То есть он такой вот... И вот, видимо, с выходом вот этих книг он, соответственно, стал популярным, потому что его интересно читать, Айзека Азимова. И интересно читать, интересно проникать в его мысли, интересно проникать, следить за повествованием, как он это показывает. Интересно читать продолжение того, что он раньше написал. И ждать этих продолжений. Это вкратце о книге, о моих впечатлениях о книге «Основание» и «Империя». Следующая книга, плашка будет вот здесь, в тот момент, когда эта книга выйдет, а обзор, когда выйдет, она появится вот здесь, на видео. Если вы сейчас не видите этой плашки, значит, обзор еще не вышел. Вот здесь будет плашка обзора книги «Второе основание» Айзека Азимова. Вот здесь мое лицо, нажмите, подпишитесь на канал. Вот здесь будет плашка с одним из предыдущих обзоров на Цикл Фаундейшн. Желаю вам всего доброго. Смотрите мои обзоры книг, подписывайтесь на меня. И до новых встреч.